Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Ольга Степанова и Николая Слепцов, у микрофона ведущая Саргалана Антонова. Президент страны Владимир Путин назвал практику Якутии по развитию творческих индустрий одной из лучших в стране. Сегодня в республике в креативном секторе работают более 6 тысяч предприятий, в которых задействованы более 8% от всего числа занятых в регионе. Власти республики рассчитывают, что к 2035 году их количество должно вырасти вдвое. Глава Якутии Айсен Николаев в своем ежегодном послании отметил, что новые возможности должны быть доступны всем, кто желает освоить востребованные навыки. Какие шаги предпринимаются на сегодня для того, чтобы жители Якутии смогли получить доступное и качественное образование в сфере информационных технологий? Какие проекты уже работают для этого? Как развить местные таланты? И почему предприниматели заинтересованы в их развитии? Об этом и не только мы будем говорить сегодня с гостями нашей студии. Это директор автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр развития информационных технологий КОП-А», координатор деятельности сообщества стартаперов, член наблюдательного совета, бизнес-инкубатор Горного района, Сырклана Ильинична Петрова. Добрый день. Здравствуйте. И генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Фри Пласт», соучредитель ООО «Ранга», член экспортного совета при главе нашей республики, председатель сообщества стартаперов республики Петр Петрович Лукачевский. Добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК «Саха» и на волнах нашего радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, первый вопрос я хотела бы задать Сергею Ильиничну, как человеку, который уже выступал у нас некогда. Прежде чем мы начнем говорить об основной теме нашей передачи, хотелось бы начать с информации о вашем ресурсном центре «Куб А». Как давно вы работаете и какого рода помощь можно здесь получить? Добрый день. Всех с Новым годом. Всем желаю успехов в Новом году. Ну и хотела бы познакомиться с своей организацией. Наша команда работает с 2020 года. Занимается именно проектами для районов. Реализуем множество своих инициатив в партнерстве с резидентами IT-парка. Это вот в частности «Фрипласт» и «Ранго». А также к нам присоединяются и наши партнеры с районов. Это в лице IT-центров республики, на базе которых мы проводим свои мероприятия. Но один из таких проектов, который мы завершили при поддержке фонда «Гранта главы Республики Саха», это конкурс инновационных проектов про стартап. И следующий успешный проект у нас – это именно обучение компьютерной анимации при поддержке благотворительного фонда «Полюсфонд». Давайте напомним все-таки о целях, задачах вот этих проектов. Для кого они предназначались? Да, именно направлено на развитие IT-компетенций, креативных компетенций по анимации, по IT, именно для жителей районов республики, начиная с 12 в основном лет и без ограничений возрасте. Расскажите, пожалуйста, об особенностях обучения. Как вот вы выезжали в УЛУСы нашей республики, либо обучение велось на Zoom-платформах и так далее? Так, у нас, ну, мы используем все возможные ресурсы. Это вот ВКС, да. И у нас в последнее время мы используем именно платформу «Скилометр» и разработку резидента IT-парка семьи Байшевых. А на этой платформе мы закачиваем наши занятия, где в любое время наши слушатели могут заниматься по выбранному направлению. А также используем, конечно, ВКС непосредственно и выезжаем в районы. У нас несколько выездов в Алданский район, Горный район, ну и близлежащий район, где именно проводим какие-то активности. Хорошо. А как ведется вообще контроль за, например, качеством обучения? Понятно, что это, конечно же, не школа, не, например, учебные заведения, но тем не менее, какой-то контроль, наверное, все-таки должен осуществляться. Да, но мы предлагаем им свои домашние задания, которые они выполняют. Конечно, мы обязывать не можем, оценки ставить не можем. Это именно, конечно, к нам поступают люди, в проект вступают люди, которые именно хотят получить какие-то знания, навыки. Поэтому такого особого контроля, чтобы их заставлять обучать, такого нет. Люди все мотивированы, хотят выполнить какие-то, все заданные задания выполняют. И, конечно, у нас в итоге это, допустим, конкурсы и какие-то выполнения таких практических заданий. Ну а связь со своими подопечными, с теми, кто обучался, например, вы поддерживаете? Вообще, как ведется контроль, например, или, может быть, общение со своими подопечными? Вы интересуетесь, как складывается их судьба и так далее? Это, конечно, мы отслеживаем. Это должно быть обоюдно. Если люди, которые прошли наше обучение, хотят продолжение общения, мы со всеми силами поддерживаем. Связываем их дальше с какими-то другими партнерами, которые могут больше дать, чем мы, больше получить поддержки. Поэтому, как сказать, у нас непрерывная связь. У нас есть группа в WhatsApp, в Telegram. У нас и по телефону общаемся, переписываемся в соцсетях. Ну, так сказать, мы не теряем связь ни с кем, кто хочет с нами дружить дальше. Хорошо. В прошлом году вы рассказывали о том, что по результатам обучения многие ребята, молодые, вы сказали, были финалистами, защитили очень интересные проекты. Вот эти проекты в дальнейшем, они вошли в нашу жизнь, они получили какое-то свое развитие. Да, но это вот проекты в основном получили школьные проекты, поэтому идею, которую второе место занял, его проект заинтересовался Лроса, и они должны были дальше отработать. Это уже, как сказать, корпоративная там у них своя закрытость, мы не можем прям запрашивать у них. А парень, который занимался мальчиком с духами, он немножко приостановил, потому что нужны там финансирования, во-первых. Во-вторых, он сейчас активно занимается общественной работой, мы с ним постоянно общаемся. Вот недавно тоже встречались во время... Какого мероприятия было? А, он в IT-парке как раз пришел к нам, и мы там с ним пообщались. Он сказал, пока вот временно приостановил, но он дальше будет заниматься. Вот так общаемся. Вот Кервин из Мирного, с матерью, с мальчиком Кервином постоянно общаемся, который тоже принимал участие в нашем проекте. Ну, ваши проекты, насколько я знаю, объединяют и самих организаторов, да, и создаются своего рода, можно сказать, коллаборации, какие-то объединения, да. Вот расскажите, пожалуйста, об этом опыте работы. Ну, мы по итогам проведения данного конкурса решили, что нам необходимо вот как-то вот продолжить общение уже в формате нетворкинга. И мы объявили, что открываем новое сообщество стартаперов, которым руководит Петр, вот в дальнейшем он продолжит, да. Я координирую деятельность данного сообщества. Здесь мы, у нас планы большие, прошли уже первые некоторые мероприятия. В этом году уже в январе, в конце января должен, первое мероприятие года. Да, совместно с Сенетом, с Сенетспарк, все знают, да, тоже известная компания, будем работать с предпринимателями, которые только начали свой путь. Оказывать им поддержку, да? Поддержку, да. Да, давайте теперь к Петру Петровичу перейдем. Да, я знаю, что вы являетесь разработчиком приложения BigiZipi. Вообще, хотелось бы немножко, чтобы вы рассказали о себе и еще, чтобы вы ответили мне на такой вопрос. Почему, вот на ваш взгляд, IT-индустрия развивается в Якутии быстрее, чем в других регионах? И вообще, в чем секрет успеха наших якутских компаний? Ну, давайте сначала, да, меня зовут Лукачевский Петр Петрович. Я являюсь генеральным директором компании Приплас. Мы занимаемся совместно, как говорится, сотрудниками СВФУ, да, Арктического инновационного центра, разработкой мерозостойки материалов, да. В данное время мы проходим акселерацию в Газпроме. Также, получается, я являюсь соучредителем компании Ранго, да. Мы занимаемся именно разработкой мобильных приложений, сайтов под заказ, и также, получается, играми занимаемся, да. А Zipi как раз-таки это продукт Ранга. Пока ее немножко заморозили, да, но планируем в ближайшее время уже запустить заново, да. Уже более подготовленная, более, как бы сказать, с большими ресурсами, можно так сказать. Почему у нас в Якутске, в Якутии, вообще в нашей республике, да, IT-сообщество, вообще, вот, ребята больше интересуются, как говорится, вот, интеллектуальными какими-то моментами, да. Это разработка приложений, сайтов, программирование, анимация, там, так далее, да. В первую очередь, на мой взгляд, это не то, что проблема в логистике, да, просто мы народ такой, очень творческий. Это создание что-либо, это же основа творческой составляющей, да. Многие ребята, с которыми вот общаюсь, студенты, школьники, у них полно идей, и не просто в рамках коммерциализации чего-либо, да, типа, открыть точку шаурмы, да, а именно у них глобальные мысли, они хотят что-то создавать, что-то крутое, что-то классное, да. И, соответственно, в этом плане можно сказать, что мы никуты немножко, этот, мечтатели, и это дает, как раз-таки, стимул двигать наши продукты вперед, да. И, как раз-таки, хоть и логистика не в первую очередь, да, но логистика немножко решает, не то, что решает, а влияет, да. Мы немножко отдалены от центра, да, поэтому у нас очень хорошо заходят локальные продукты. Это, к примеру, тот же самый Индрайвер, да, Индрайвей сейчас, да, и также получается, к примеру, вот, Бундмаркет Сергея Протопопова, да, это, получается, локальные продукты, они очень хорошо к нам идут. И, к примеру, вот, Еда и КТ, да, он есть только у нас, и все пользуются им, как будто, да. Поэтому в этом плане, можно сказать, Якутия, как сам по себе, каким-то странным образом превратился в инкубатор для стартаперов, для аниматоров, там, так далее. — Приложение МОС, наверное, можно тоже использовать. — Да, 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 кстати, в первую очередь, да. — Которое аккумулирует все культурные события в нашей республике, рассказывает о них, да. Я знаю, что вот ваш проект «Фрипласт» по созданию морозостойких материалов тоже когда-то был в свое время стартапом, да? С чего начинался ваш стартап? Расскажите нам об этом. Вообще, как возникла мысль создать такой материал? — Ну, возникла мысль еще в 60-х годах, это не у меня, да, это у ученых, якутии, да, и исследования по этой части шли очень давно. И много, как говорится, людей, которые занимаются как раз-таки незамерзающими материалами, связанными с полимерными материалами, к примеру, да. Но, к сожалению, именно вот, как вы заметили, небо нету серийного производства, да, нету, к примеру, вот, коммерциализации, выхода на рынок, да. Потребность есть, и у нас в Якутии очень холодно зимой, да, и, соответственно, к примеру, вот летом мы продавали пыльники для автомобилей, да. И сделали партию экспериментальную, 100 штук, очень быстро себе продали, и, слава богу, эти пыльники очень хорошо себя зарекомендовали. Многие люди, которые вот успели, как говорится, купить вот эту лимитированную, как говорится, коллекцию наших пыльников, они до сих пор ездят, да. К примеру, вот резиновые технические изделия, которые мы делаем, они по качеству лучше, чем, можно сказать, заводские, да, и в то же время по техническим характеристикам лучше, чем те же самые силиконы, там, так далее, да. Силикон хорош только зимой, а летом он уже не очень, он имеет свойство деформироваться. Поэтому, хочешь, не хочешь, но нам, нашим автолюбителям, к примеру, приходится раз в год, два раза в год кому-то менять постоянно резинотехнические изделия в автомобилях. Хорошо, я, у нас телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло. Послушайте. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, с Новым годом. Спасибо, вас тоже с Новым годом. Я вот по разговору слышу по уровню, что Петр Петрович очень продвинутый человек-то, видимо, по всей технологии, по всей самообразовании. И вот я хотел спросить, я такую новость слышал, что при участии банков, при участии ФСБ, при участии МВД создали систему такую, IT-технологии, креативная технология, цифровая экономика, с гиперпреступлениями. И называется она, товарищ майор называется, по борьбе с телефонными мошенниками. Миллиардами деньги уходят, начиная с Украины, кончая Якутии. Людей режут и режут. Все гробовые, все заработки, все у людей забирают. Вот слышали вы про такую систему или нет? И что это за система, и как с этим бороться будут? Спасибо большое. Честно скажу, да, я про данную систему не слышал, но, возможно, какой-то проект, не знаю, может, федеральный какой-нибудь. Проектов очень много, возможно, вы про такое прочитали, но по факту я не слышал еще. На самом деле, да, это федеральный проект, который был инициирован крупными банками, в том числе и Сбербанком России. И согласно этому проекту всем обманутым клиентам банка собираются возвращать деньги. То есть они собираются отслеживать все вот эти мошеннические схемы, находить концы, с концами сводить и возвращать людям деньги. Ну что же, это очень большой, крупный проект, конечно же, для проектов вот такого уровня пока, я думаю, мы еще не доросли. Но перспектива у нас есть, поскольку вот мы уже развиваемся, делаем очень много проектов интересных. Я знаю, что вот именно ваш припласт был резидентом Сколково. Ведь не каждый проект обречен на такую, скажем, очень интересную, я думаю, славную судьбу. Ну да, это Сколково дает какие-то определенные плюсы. Но ввиду определенного обстоятельства мы пока вышли из резидентства Сколково, но планируем уже в этом году снова где-то с конца января вот этого месяца снова возобновить. Проблемы были определенные, ну, юридические можно сказать. Но все равно вы же были резидентом, все равно вы получили какую-то определенную помощь, определенные знания, нет? Ну вообще что-то дало вам, что вы были резидентами Сколково? Ну смотрите, Сколково вот интересный момент такой. Если вы начинающий, помощи как такого сильно много нету, да? Но если вы уже начинаете развиваться, да, то, соответственно, помощь будет хорошая. Мы стали резидентами Сколково очень, как бы сказать, когда юной компанией были, да? Очень много чего у нас не было. И из-за этого мы не смогли воспользоваться всеми благами, которые дает резидентство Сколково. А вот сейчас, вот, к примеру, вот в данное время нам бы не помешало. Поэтому и заново будем останавливаться. Ну, сейчас вы являетесь резидентами нашего IT-парка. Да, да, я был, есть резиденты IT-парка, как Ранго и как Трипласт, резиденты технопарка Якутии. И также являемся резидентами технопарка «Русский», да, это в Владивостоке. И, ну, что я могу сказать? Технопарк Якутия, это у нас, это вообще мастодон всех технопарков по России, наверное. Ребята вообще очень сильно помогают. Не только, как говорится, консультативно, но и вообще морально, можно так сказать, да. Очень хорошая экспертиза у ребят. И если какие-то вопросы, моменты, я к ним обязательно обращаюсь, они помогают решить какие-то определенные моменты. Вы тоже являетесь, да, резидентом IT-парка? Нет, я сколько, не резидент, я сотрудник IT-парка, работаю с районами, по части, вот именно с IT-центрами, да. И у меня вот именно общественная работа, вот это вот моя некоммерческая организация. Ну, если вы работаете в IT-парке, тогда вы своими глазами видите, да, каким образом осуществляется эта помощь, в частности, вот как раз для УЛУСов нашей республики, да? Да, мы сейчас именно обратили, так сказать, свой ракурс больше на районы, потому что мы знаем, что там очень много талантливой молодежи, которых надо именно, в кавычках, ну, как не вытаскивать, а именно поднимать, поддерживать их идеи, их какие-то инициативы. И мы знаем, что они могут даже конкурировать не только вот в республике, но и в России. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о развитии креативных индустрий. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим об инициативах предпринимателей, общественников, которые проводят для развития районов нашей республики обучение в области информационных технологий. Сегодня мы пригласили в студию наших гостей. Напомню, что это директор автономной некоммерческой организации и ресурсный центр развития информационных технологий КубА, координатор деятельности сообщества стартаперов, член наблюдательного совета бизнес-инкубатора горного района Сарголана Ильинишна Петрова и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью FreePlast, член экспертного совета, экспортного совета при главе республики Саха-Якутия, председатель сообщества стартаперов республики Петр Петрович Лукачевский. Давайте теперь непосредственно перейдем к проекту, о котором мы собирались рассказать. Я знаю, что в октябре вы инициировали такое новое начинание — это обучение компьютерной анимации. Это тоже очень большая и объемная работа, проведение которой планировалось, насколько я знаю, сразу в нескольких улусах нашей республики. И прошло оно, завершилось, да, уже? Нет, оно продолжается. Продолжается. Хорошо. Благодаря кому и чему мог состояться такой проект интересный? У нас второе направление, мы назвали это именно по направлению медиа-искусства, это новое направление в искусстве, КНАД. Мы готовим цифровых художников, скажем так, в районах. И в частности мы в этом году выбрали компьютерную анимацию по 2D технологиям, потом 2D компьютерной анимации, 2D технологии сразу обучили. И обучили именно не только вот как создавать анимации, но и всю технологию, методику имеется в виду, как писать сценарии, как коммерциализировать, как защитить свои авторские права. И все это проходило на платформе с километра, вот именно разработки резидента IT-парка. И хотела бы тут уточнить, у нас все обучения бесплатные. Это очень важно. Да, мы не только там, а на платформе обучили, там через ВКС мы тоже проводили встречи. Также подготовили выезды в Алтанский район, там с детьми мы работали по созданию проектов, и даже разработали в рамках данного проекта деловую игру, создай свой стартап. Там же мы его презентовали, и очень даже успешно дети создали какие-то свои мини-проекты. И мы ездили в Горный район, где встретились с главой района. Это один из самых активных районов республики. И вот 12 января мы должны поехать. Именно у них в этом году откроется год, предприниматели должны принять участие. И в этом году мы будем плотно работать с Горным районом. У нас свои там уже наметки. Два проекта должны реализовать. В рамках тоже КНАД. Но, как сказать, мы уже охватили более 16 районов, плюс из города Якутска более 100 человек охватили бесплатное обучение. А поддержал нас благотворительный фонд «Полюсфонд». Это дочерняя организация золотодобывающей компании «Полюс», которая базируется в Алдане. А сам фонд базируется в Москве. Мы с ними очень тесно сотрудничали в этом году. И в 2024 году они тоже пригласили, чтобы мы приняли их в конкурсах, чтобы дальше продолжить работать с районами. Наши результаты будут видны не сразу, потому что это не хлеб продать, допустим, а это именно создание творческих проектов. Они сейчас навыкам научились, еще учатся. Так-то у нас документально проект завершился в конце декабря, а у нас уже дальше идет совершенно бесплатно, и мы бесплатно работаем, и они, допустим, получают бесплатно дальше. И все это на базе IT-центров? Да, на базе IT-центров. Это до конца февраля. Будем продолжать. Они должны все это, все, которые мы занять, которые находятся на платформе, они должны все изучить и объявим конкурс. Хорошо, у нас телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Это IT-центр города Мирный. Меня зовут Дарима Будаева. Мы бы хотели оставить отзыв о курсах компьютерной анимации. Здорово. Здравствуйте, Дарима. Все уже говорить, да? Да, говорите, слушаем вас в прямом эфире. И по настоящее время на базе нашего центра проходили курсы компьютерной анимации пятеро человек, в числе которых это трое обучающихся и двое педагогов. В октябре 2023 года в нашем центре открылась анимационная студия «Север» во многом благодаря этим курсам, потому что те навыки, которые мы получали и получаем до сих пор, они нам позволяют работать. Также у нас были инженерные каникулы, на которых как раз мы, педагоги, давали те навыки, которые мы получили. Спасибо. И мы, конечно же, благодарим проект КНАЗ за такой замечательный курс. Замечательные педагоги, преподаватели, которые давали эти знания. Это огромная благодарность и от обучающихся, и от педагогов. Спасибо. Спасибо. Это здорово. Спасибо вам за такой хороший положительный отзыв. Вот видите, уже некая оценка вашей деятельности, она уже есть. Люди проявляют такую благодарность за то, что они прошли обучение. И самое важное, что это обучение, как вы сказали, бесплатное, оно доступное. Вообще, каким образом можно попасть в ваш проект, каким образом можно обучиться, я думаю, что вот этот вопрос волнует многих. Ну, мы еще дополним наш проект полностью кейс новыми модулями, чтобы он был совершен, потому что мы шли к этому через пробы, скажем, ошибки, да, и поняли, как это все сделать правильно, и объявим новый набор, наверное, как желательно в середине этого года. Это где-то трехмесячный курс и два месяца получения, скажем, практических навыков. Хорошо, у нас еще один телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Алганский IT-центр. Меня зовут Павел, руководитель IT-центра. Здравствуй, Павел. Хотел бы дать отзыв, обратную связь по работе АНОР ЦИТ, да, Цирголаны Ильиничны. Мы в этом году второй раз участвуем, приняли участие по программе «Про стартап» и по Канату. А в прошлом году был запущен первый этап программы «Про стартап». Хотелось бы сказать, что вот эти знания, которые в программе предоставляют в конкурсе «Про стартап», таких знаний однозначно в республике больше нигде не получить. И, то есть, эти знания по инновационному предпринимательству, просто у меня на предыдущем месте работы так волей случая сложился, что нас отправляли в Сколково. И вот этот уровень образования, который дает сейчас эта программа, это сравнимо с уровнем Сколково. То есть, вот эти все новые методы, подходы. Я еще раз подчеркну, что в республике этого, к сожалению, нет. И очень хотелось бы, чтобы вот эта программа была расширена. То есть, как по методике или по формулировкам Сколково, этот посев вот этого знаний был увеличен на техникум и на институты. То есть, чтобы было масштабировано для того, чтобы в скором времени, да, ну, то есть, правильно Саргалан Ильинична сказала, что это не хлеб, который быстро даст. Но чем больше сейчас этих зерен засеять по республике, тем больше будет и скорее эффект. Вот. И всех хочу поблагодарить Саргалану Ильиничну, да, Петра, Егора Мандарова, вот за организацию вот этих курсов, этого конкурса. И призываю всех слушателей, всех участвовать, принять участие. То есть, если родители слушают это, отправить детей на эти курсы. Вот. Или молодежь, студенты. То есть, обязательно нужно пройти знания бесценные. И самое главное, что это бесплатно. Вот. Это тоже большая ценность. Потому что зачастую в нашем мире какие-то знания предлагают, всякие онлайн-школы, но требуют каких-то денег, а знания низкого качества. А здесь, наоборот, бесплатно и высококачественно. Все, большое спасибо. Спасибо вам огромное за такой хороший, положительный отзыв и высокую оценку вашей работы. Ну и, конечно, хотелось бы знать, вообще, какие инициативы, вот кроме этой, да, вы предпринимаете для развития, для поддержки местных творческих талантов? Ну, в первую очередь, давайте еще раз, да. Так, инициатив у нас сразу, скажу, очень много. Мы дальше будем продолжать КНАТ, также будем продолжать про стартап, будем заниматься обучением детей, не только, как говорится, да. По части, вот, уровня образования, вот Павел правильно говорит, потому что мы сами проходили очень большое количество бизнес-инкубаторов, акселераторов, да, сами. Егор Мандаров, к примеру, он это учился в Сколоково тоже, да, и все знания, которые мы получали, там, где-то очень за большие деньги, да, мы этими знаниями делимся абсолютно бесплатно со всеми, да. На мой взгляд, так нужно делать. У нас инициатив очень много, у нас также есть анимационная студия, да, мы занимаемся разработкой двух сериалов, да, это Типи-Зипи, это про Мишку и Кота, которые с мальчиком Катей, с девочкой Катей, с мальчиком Алданом, они ездят по всей России и знакомят, как бы сказать, там, зрителей, да, зрителей с национальностями, которые живут у нас в Российской Федерации. У нас больше стадии у нас на национальности, представляете? С культурой, наверное, и с традициями, с обычаями. Да, да, да. То есть это, можно сказать, не только анимационный, еще и образовательный, культурный проект. Обязательно. У нас очень многонациональная страна, и мы должны это сделать, как говорится, ознакомить с этим не только, как говорится, россиян, но и, можно сказать, весь мир, да. Также, получается, у нас есть антология ужасов Якутии, да, это уже сборник ужасов якутской мифологии, да. Это тоже очень интересный проект, над ним работаем. И, к примеру, вот буквально месяца два назад, да, по-моему, на большом конкурсе «Анимур», да, ребята наши получили получили, ну, стали финалистами данного конкурса. Ну, сейчас мы изыскываем средства, чтобы это вот все вышло в свет. И интересен тот факт, что вот в данных проектах мы привлекаем незанятую молодежь в селах. Они работают из дома в наших проектах. Хотим, чтобы именно новые звездочки вышли вот в районах республики именно на таких проектах. Учим работать в команде и учим, как вот свои таланты использовать в таких больших проектах. То есть они получают и скиллы, и практику, и общение. Здорово. А вот для студентов что-то есть у вас? Очень интересно было бы узнать. для наших будущих специалистов. Ну, да, наши вот проекты, они, как вот Сарглана говорила, они не имеют возраста, да. Знания, которые передают наши преподаватели, это в первую очередь ориентировано не только на детей, да, но и на взрослых, к примеру, да, и на студентов. Среди студентов ребята, которые проходили у нас про стартап, и также вот анимационные курсы Канад, они уже начали создавать собственные проекты, к примеру, да. Некоторые участвуют в этом бизнес-инклуба Триариях, к примеру, да, СВФУ. И они создают классные проекты, и мы их учим еще, как привлечь деньги на создание данных проектов, да. К сожалению, все в нашем мире крутится вокруг денег, да, и работа не бывает бесплатной, к сожалению, да. Поэтому учим детей, чтобы они понимали хотя бы основу финансовой грамотности, да, и, соответственно, понимали, как распределять какие-то определенные ресурсы, которые получат. Хорошо, у нас еще один телефонный звонок. Алло, добрый день. Алло, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анфиса Васильевна, Статинского вуза. Еще география расширяется, звонков наши. Поздравляю всех с Новым годом. Спасибо. Мы команда IT-центра «Опецкель», и рада видеть наших коллег, Саргалану Ильиничну, выражаем благодарность в организации инновационных конкурсов и мероприятий, в котором мы можем участвовать и развиваться. Мы являемся призерами республиканского конкурса про стартап-2023, который нам очень помог в формировании структуры туристического проекта, и очень благодарны Экору Мандарову. И желаем им дальнейших успехов в работе, новых идей и крепкого здоровья. Спасибо. Спасибо за такой хороший тоже звонок. Я думаю, вот именно мнение людей, их благодарность, наверное, дает вам силы. И, мне кажется, не только силы, но и устремление, мотивацию для того, чтобы в дальнейшем развиваться и создавать как можно больше проектов бесплатных, когда наши действительно жители республики, которые живут в Лусах именно, могут пройти вот такое обучение, которое им может дать большую перспективу развития в жизни. Вот радует, да, вот помнишь, когда Батагайский децентр направил нам, буквально там две недели мы обучили, и тут же дети свои навыки использовали для создания рекламного ролика местного такси, и на них уже зарабатывали. И вот эта вот информация нас еще окрыляла, ну, скажем, обратная связь со стороны районов, где вот именно понимаешь, что ты делаешь не просто вот так, как бы, ну, дал знания и все, да, а тут понимаешь, что люди это используют для своей вот самореализации и так далее. Ну вот, действительно, глава говорил о том, чтобы возможности обучения креативной технологии были доступны всем, кто желает. Мы понимаем, что, конечно же, в первую очередь это молодые, молодежь наша обучается, но у вас есть какие-то возрастные ограничения для тех, кто хотел бы приобрести новую профессию, получить новые скиллы и так далее? У нас нет таких вот ограничений. Главное, чтобы у человека было желание, и человек был мотивирован на дальнейшее свое развитие. И мы всегда за... Ну, на нас вообще вот по телефону, по социальным сетям выходит очень много людей с республики. В любое время мы не говорим, что мы отдыхаем, у нас воскресенье, у нас воскресенье, выходные, всегда отвечаем, у нас всегда есть обратная связь, и пытаемся по мере своей возможности помочь в том или ином запросе со стороны наших слушателей. Ну и в завершении нашего разговора, конечно, хотелось бы знать о ваших планах на этот 2024 год, пожалуйста. Ну, сразу скажу, планов много, и во второй раз сказали Егору Мандарову спасибо, да, Егор Мандаров — это наш коллега, он сейчас в отпуске, и как раз-таки вот Егор, если слышит нас, привет, да, надеюсь, что слышит. Ну, как бы то ни было, у нас проектов очень много, как я и до этого сказал, будем развивать КНАТ, про стартап, и также, получается, вот Сарглана еще, наверное, дополнит, да? Насчет? Проектов на этот год. А проектов, ну, на этот год мы расширим именно по образованию новыми, скажем, программами. КНАТ у нас не только анимации будет, но и уже другие направления мы будем выбирать. Ну что же, спасибо, я благодарю вас за очень интересный и актуальный разговор, дорогие друзья. Это была программа Якутск Сегодня, всего вам доброго, до свидания.